Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Германию в Сидмерс Цивилизэйшн 6 с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с неё. Всё-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Меняю артефакт промышленной эры на артефакт античности. Есть у кого? Жара, города не отваливается. Блин, мне бы как-то увидеть тут территорию. Так, где-то у нас производство ещё. Тут холм я не вижу. Австралийц в героический век вышел. Ну я просто был тёмный. Ну сейчас у тебя там полетит всё, я думаю. Ну да, у меня уже 400 науки, а у тебя 500. Ну прости. Здорово. Я тебе завидую. О, вот уж ты смотришь. Зависть плохое чувство. Так, за каждый артефакт. Ну это так себе учёный, прямо скажем. У Трайана 0,3. Поэтому, ребят, всё нормально. Вы все намного больше имеете науки, чем Трайан. Трайан. Наверное, всё-таки Трайан. Какой у меня формальный повод объявить войну с Саладину. Война за расширение. Что, давайте я тут куплю... Войну инженера, чтобы здесь... Мне вовсе не кажется, при правильном совпадении обстоятельств есть возможность попробовать даже по культуре победить. Или мне кажется... Сейчас типа есть торговец на туризм. Есть торговец. Всё, араб меня осудил уже. Я тоже. А ты чего? Потому что ты не расстаргался. Потому что ты маленькая осуждалка. Я маленькое всталийское государство. Блин, я был бы рад, если бы на какой-то такой остров кинули, где было бы 2 ГГшки и место на 7 городов. Я бы там себе сидел, построил какой-то флот. И сидел дальше. Радовался жизни. Что, вы Риму убьёте? Пожалуйста. Мы. Я? Там раб вообще ничего не делает ради этого. Какой есть тот, который младший? Тот я на такой не одобряет. Тогда сложнее идти упарываться от кого-то. Блин, мне чтобы выйти в золото, нужно в следующий раз мне нужно 41 очко набрать. Это очень много. Так, мне надо перебрасывать кавалерии и опыть в вертолёты. Где у меня она вообще? Где моя вся кавалерия? Вот одна. А, у меня только 2 кавалерии. Причём, один корпус, другой. Хорошо, а где корпус? Странно, что у меня нету расинхрона. А, я ж хост, то щас забыл. У меня уже вернулся. Вы видели? Троян побеждён, потому что у него город отвалился по лояльности просто. Красиво. А мне такое, что написала игра, что я могу убить тебя, Алексей, в войну золотого века. За что объявить войну? Просто за войну золотого века, я ж тебя осудил. 120, давайте начинать строить космопорт. Какие у нас тут ещё нету? Никого на улёт. Одну бомбу. И следующим ходом будем объявлять войну арабу, пытаться Олег позахватывать. Олег позахватывать. Чего я тебе шахту не организовал. Блин. Ну плохо, что я хочу сказать. Плохо. а где корпус этот на тот случай если invictus решит на меня лезть блин а где корпус кавалерии у меня еще 12 они могли 14 было очень неудобно тоже не по кайфу а 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 Это Германия в Первую мировую, столько всего заквачено. Что, что я не слышу? По территории у тебя, как в Первой мировой. Две заквачиванных страны. Частично, правда, одна, но всё равно. Мне кажется, что если бы мы даже сейчас все на тебя напали, и у тебя не было ядерных ракет, мы бы тебя забирали всё равно ходов 30. Игра бы закончилась с того времени. Ну, я бы уже не победил, я думаю. Ну, в таком случае, да, но просто сам факт, знаешь, что настолько много территории и городов, что пока ты всё заберёшь. Плюс я уже представляю, как будут твои лично самолётовые. Я думаю, там тебя не маленькие, а как они будут отбиваться. А, слушайте, я же самолётами могу. Я могу бомбардировщик купить. И с бомбардировщиками обязательно эти ракеты. Лёша, у тебя уже тоже как бы 549 науки. Карточки поменял какие-то и сразу начал хорошо жить. Да, Дональда на турбо поменял. Нет, вам, вам это ничего не говорит? Мне нет, к сожалению. Инвиктус, Инвиктус, наверное, слишком старый для этого. Ты слишком молод. Что жевал их? Жевал. Ну, не менял, не собирал. Собирал, помню, в школе эти фантики. До места. Это, короче, жвачка какая-то была, да? Да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Хм. Эм, это не менял. Я не говорю. Шэп. Эээ. Так, где тут эта кавалерия? Что-то кампуса нету, да? Давайте тут кампус все-таки организуем, чтобы проводить исследовательские гранты. Ну, тут танчики-то как располагаются. Слушайте, ну мне далеко будет. Блин, а у него тут... О, я тут случайно не могу купить? Могу. И вот тут сейчас организуем шахту. 2500 армий. Вот знаете, что плохое, что я его городов не вижу вообще. То есть надо было исследовать. А я как-то забил. Слушайте, я там предлагал поменяться шедевры древнего мира. То есть у меня промышленности, а нужно античности. Нету ни у кого. Никто не хочет меняться. меня здесь. А зачем тебе меняться? Ну у меня будет этот бонус. Какой бонус? Ну в музее какой бонус? А там типа если три одинаковых, то... нет. На виде мышки просто почитай как там написано. Там просто написано добавьте еще один такой же и получите бонус. На какой не сказано. На какой не сказано. Так тебе какой нужно? Античности? Алексей. Античности, да. Классику ты не можешь дай, да? Только индустриальный. Кинул тебе сделку. Ну? Толецкий объявил войну Незландову. Ты не боишься, Алексей? Чего? Ну он... Он просто уже с всеми армиями вокруг меня. Он тут столько танков привел. Очень много танков. Мне как бы ждать, когда он меня начнет убивать, нету смысла. Не знаю, может, да. Не знаю. Я боюсь, да, боюсь. И что? Я могу сейчас пойти на Алексея, конечно. Я не буду тебе мешать. Я буду рад, если Алексей... Сразу... Сразу на тебя ядерки полетят. Инвиктус. Тебя это устраивает? Главное считать, сколько мы ядер запустили. Справедливо, кстати, да. Ну, грубо говоря, у каждого по семь ракет. Грубо говоря. Алексей, ты, международного потратил, да? Да. Ну, надо сюда бросать, наверное, еще... А, у Минор не дотянется уже. Когда вот хотим, надо. Что, так, мы тебя убили в половину армии, а ядерки, конечно. Ядерки, ядерки, считай что-то. Раб, я... я готов с тобой мир заключить и этот город не разрушать, отдать тебе его обратно. Ну, ты же сам привел вот эти все танки ко мне. Раб, я готов мир заключить с тобой и не уничтожать город. Решайся быстрее. Да? Нет? Напиши, пожалуйста. Скажи мне австралиец. Вечный мир хочешь? Давай. Нет, я хочу, чтобы ты не помогал, я с ним и не пойду. Инвиктус, ты понимаешь, что если ты меня пойдешь, я просто буду на тебя ядерки бросать, я больше не буду на раба бросать. И ты таким образом даешь победу астралийцу. что? Мы друг другу уничтожаем. Сиди, просто развивайся и улетай. Не вылечу так. Надо браться рукозов. Я принял союз. Да, надо плывать. Инвиктус, чем ты хочешь, чтобы я просто поехал тоже воевать? Я готов на нижние города поехать или на верхние. Ну то есть в центр я не могу, типа невыгодно. То есть я могу или верхние города ехать, пытаться разрушать, или нижние. Как ты считаешь лучше? Ну и едь куда-нибудь. Принял. Уезжай уже. Ой, блин, ну что за проблеми? Ну это главное, считай, выходите бомбы, да? Где ты тут? Инвиктус, ну давай ты будешь каждые три минуты, эти, каждые полминуты это говорить. Все хорошо. Ага, не долетает. Так, Инвиктус, либо ты мне говоришь, что ты не нападаешь, либо я прямо сейчас на тебя бросаю ядерки. Так, тебе скажу, что на тебя нападаю. Скажи мне, ты просто ты где побежал. Ну давай на десять ходов хотя бы, договоримся. Потому что я вижу скопление твоих танков, не ждать пока ты на меня нападешь. Зачем? По своей территории бросать? Я просто могу сейчас все сбросить. Ну давай, десять ходов. Если ты сейчас не вступаешь, тогда будет еще хуже, потому что он араба убьет. А так он часть сбросит на тебя, часть на араба. И как бы все равно что-то останется-то явно. А потом австралиец просто сбрасывает все на тебя, Инвитус и забирает. Я могу с ним союз заключить до конца игры. Я мирный австралиец. До 135-го года я согласен, не вывозь тобой. Тут просто договорились с Инвитусом, что если мы с ним боюем, мы просто задаем победу остальным. Но я заброшу его, он меня. Я открываю лерное оружие следующим ходом в союзу. У меня с ним еще. 12 ходов я успею построить. Как минимум ядерки 4. Промкой хорошо все в городах. Да, мой танк умрет. Что поделать? 106 армий танков. Нет. Отлично. Араба. Я на твоем месте все равно распределил свои войска по территории. Аккуратненько как-то. По идее у меня даже есть точка, с которой я могу ядерку полегче запустить. Одну хорошую. Несколько. Возможно даже две таких точек. Надо сейчас быстро инженера бахнуть. Надо сейчас быстро инженера бахнуть. Осталось еще 3 обычных и одна атомная. Что-то я не понял инвиктус. Что? А почему ты мне войну объявил? Ну, не пи-то, не пи-то. Ни-то я не пи-то, не пи-то. А ты-то не пи-то, не пи. Адеркий. Ну, они幾何. Ни-то не пи-то, не пи-то. ну я не знаю я в принципе воевать с тобой не хотел 10 10 очков ну просто я зал видит мне кажется ты веду и тоже текать же вы меня обманул сейчас значит я просто взял кризис ты меня объявил войну мы давай что-то мне не будешь со мной воевать честно сказать я в завершительстве не бойся инвиктус это был разумный стратегический ход как же Лёша там бомбит просто так уничтожает слышите а вообще нормальная информация что вот как бы араб всем сообщает сколько я использовал ядерок мне кажется что это важная стратегическая инфа так как как мы будем знать сколько ты потратил только почему вы должны это знать вообще в принципе чтобы это стратегическая инфе ческая информация не так и мне ну то есть вы считаете я могу больше потратили потенциально я могу больше потратить то есть нет араб не 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 то что мои соперники знает сколько я могу еще в них ядерок бросить вот это не то они сидят там все засчитывают теперь распределяют ядерки вот это там инвиктусу вот это не так мы мы бы если писалось где-то мы бы и так знали по идее просто но я слышал эти взрывы я себя в голове считаю на то что они ощущать и полезно на тоже типа делается часов для контроля не ну мы тоже будем говорить сколько мы запустили ну тип то да у меня душа сынок тебе ядерки не залетают скорее всего тебе нужно только араба инвиктусу боятся а у тебя морских городов как будто нету так от ну откуда я буду забрасывать даже если под лодкой ну только на другие городов как основные дворики ну когда я говорю про пати я говорю что их там не меньше не сдержит мне кажется я могу забросить и пад и это пойму через пару ходов но не более поляк что это за воровство я чуть-чуть ворвал да да технологию пытался у меня красить ну лёша 60 технологий жестко конечно что что у меня 60 технологий открыто у меня на примере 53 и у нас у всех по 53 кстати жестко вот 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 это можно убирать союзников у меня больше нету фашизм пошел промышленные нового так воздушные юниты морские юниты нового времени и далее содержание ну это не надо мне сейчас скидка на улучшение юнитов тоже наверно нафиг фотографию возьмем и 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 Продолжение следует... 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 скрыт на стенах я когда увидел сколько у лёши 4 сестни на карточки нет я у него просто забрал женеву ну карточки наверно тоже поменял еще женеву забрал и 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 Продолжение следует... 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 без этих без они называются без ученых и инженера по убежит четко тут мало а перестали бегать красиво алексей красиво попрыгал с веточки на клетку не все-таки ограничение ядерик это какая-то хрень полная не ношу я вырвался вперед по науке я получается не могу это никак реализовать потому что вы все вокруг против меня объединяетесь потом 18 ядерок на меня сбрасываете а я могу только 6 здорово а в чем прикол тогда типа мы тебя накажем за то что ты вырвался вперед по-моему я молодежь впереди по науке поэтому могу вас всех ядерками забрасывать не знаю меня всегда смущало вот помнишь как мы с фантомом себя друг друга убили когда законка выиграл надо как-то сделать смысле за конга меня фантом за конга забросал 15 и танцы я не знаю сколько вообще никого ни в кого не бросил меня почему этот момент не смущает потом с ним мы потом с ним друг друг другу по 15 это ваши то есть это ваше ваше решение кто у кого заставил это сделать а тут не получается у меня просто ограничили моим оружием в которой я вышел вперед понимаешь потенциально возможность такие смысл захваченные столицы давать человеку почему за захваченные столицы надо этот ядерный проводить голосу голосуйте не это не кидайте ядерки просто не должно быть такого что одна штука на у на 10 уровней круче чем все остальное понимаешь ну то есть одна ядерка по факту цене и любого другого оружия как мне кажется то есть любого то есть ну она прям очень она намного сильнее любых там так она его в конце в самом конце собственно ты выйди в нее нет может быть я соглашусь с этим но в данном случае я впереди я могу к 6 ядерок сбросить а получить в ответ 18 все можете скооперировать уничтожить меня потом уже между собой разбираться хотя на самом деле я ну намного круче могу массу тут уничтожать все умеет такой возможности серьезно кинул сутки ядерку ну все у меня уже вон города захватывают один ликтус и ты будешь со мной воевать потом до того может и со мной будет воевать я еще не ловилась чтобы а так у нас разница уже 15 очков с инвект ну ладно ребят боюсь со мной окей чудеса бахает просто вот я согласен что надо что делать с ядерками ну что делать в день мы сейчас просто вот просто не даете побеждать все что как-то даже по городам просто потому что не нравится когда по шахтам да как каким шахтам просто у тебя есть ядерки ты их бросаешь есть ядерный клуб открыли манхэттен проголосовали каким образом вы сможете вот например сейчас был бы ядерный клуб вы все проголосовали за запрет ядерок а я бы против и вы бы все могли на полном серьезе бросать на меня ядерки а при этом отгородившись от всех остальных а так получается тут человек который вышел в них в худшем положении находится ты бы не был против скажи честно я уверен чтобы не был против ты был бы в клубе плюс ты помог даже каком смысле нет наоборот я бы как раз хотел бросать на вас ядерка вас всех уже давно забросал ты помнишь когда я когда я бросил на раба ядерку у меня бы меня в тот момент уже было их 6 штук и все мы сейчас на вас веером я потому что по идее тебе выгодно и наоборот не бросать ядерки а чисто этот чисто уходить на улет зачем намного быстрее будет в принципе да так где бомбардировщик а так как это Продолжение следует... Ну, кстати, Алексей, я вот только еще на один твой город могу сбрасывать яйдерки и все. У Фиктуса там просто варварские танки гоняют. Странно, почему Саладину предлагают принять участие в этом кризисе? Против меня? А мы не союзники. Виктус, ну, слушай, ну ты даже на мою территорию своими юнитами заходишь, чтобы... что делать? Ну, они бегают у меня... Что, сами по себе бегают? Ну, я поставил их на... и бегают. На разведку? Ну, не хочу застрять. У Франкфурта еще стоит. Ну, серьезно, Инвиктус, ну, блин... Где-где-где-где... Ты просто некрасиво поступаешь. Что, я убрал его. Блин, араб. Я... я виноват, конечно. Я не прав. Просто я не ожидал, что Инвиктус так будет делать. Мне надо было, конечно, на него бросать ядерки. Честно. Моя вина. Конечно, я передал. Нет, я понимаю. То есть, я уничтожил твою армию. Это все понятно, это логично. Но просто, договорившись, снижал, что он будет в войне. Надо было на него бросать. Ну, ты видишь, что я сейчас... Раб, ты видишь, что я сейчас уже по очкам все, я уже проигрываю. Улететь я тут не могу. Инвиктус побеждает. Ну, что мне делать? Может, замиримся? Я могу тебе эту аквилею отдать. Если хочешь. Инвиктус всех перекупил этот... Обманул ничь. Там чудеса строятся, ребята, с такой скоростью. Ну, а ты, что ты, австралиец, на меня? Я же только одну сбросил. У меня еще есть запас. Да я не знаю, там, здесь лица того, что мне идут, то скажут, что он будет дружочек, а я для программы. Ну, у меня 7 ядер уже есть. Я могу 7, 7, чтобы... А, то есть... Там логика простая. Если мы с тобой друг друга забрасываем, выигрываем не мы. Вот и все. У меня еще 2 ядерки есть, австралиец. У нас есть возможность двух сторон просто распилить поляка, а не забрасывать. Он точно будет и на меня, и на тебя бросать. Ну, я могу на тебя не бросать, австралиец. А если ты, австралиец, только со мной воюешь, то ты как раз от этого ничего не получаешь. Только инвиктус. Поэтому у нас есть возможность просто его распилить с двух сторон. Скажи, какие города ты хочешь забрать, и все. Ну, у нас еще союз недостаточно долгий. Ну, как, 5-6 ходов, по-моему, или 7. Я не буду еще говорить, я через три хода могу... Не, араб, без всяких этих... Что за цепи апостола, я не понял. Лас-фенс. Ты не скажи, австралиец, или мы с тобой не дружим, тогда я... Или мы с тобой не дружим, тогда я буду тоже думать. Ты хочешь со мной дружить? А, блин, я не понимаю, почему... А-а-а, я понял, почему эти цепи апостола. Это потому что в этом городе они находятся. Ща, я переброшу. И если мне скажут, что с тобой дружишь, то все нормально. Я напомню, что должно быть 6 ядерок и 1 термоядерка, а не 7 ядерок. Хорошо, я не знаю, я понял. Очень плохой ситуации, и всегда все просто. Каждую игру выигрывает... Выигрывает... Попал-то тот, кто... Ну, или очень удачно забрасывает, или именно удачно, или который просто человек коварненько... Этот коварненько в себе сидит и никого не трогает. А те, кто друг друга забрасывают, оба проигрывают. Это стабильная ситуация. То есть в этом, я уверен, на 100%. В общем, я тебе... Коварские условия стали из ду... А я сказал свое. Какое твое? Я думаю, ты и так видишь. Ну, все ясно. Атом на подвольной лодке плывет к Мадураю. Атом на подвольной лодке плывет к Мадураю. Ну, австралиец, ты не хочешь... мир заключить? Ну ты же... с Синдвиктосом хочешь воевать. Так у меня две ядерки осталось, у него семь. Который у Славан. Тебе кажется, что мы должны с ним воевать? Он вообще лидер. на данный момент у нас союз пока не закончился я думаю араб предложение в плане на тебя все еще города кстати татараб еще предложение ради все еще прикольно так может уже науку нафиг надо они военные ну давай военный а ты с кем-то лариусы ты ты им войну объявишь что ли всем смысл в военном если ты войну не будешь объявлять как ну как тут дебильным выбрать сделано выбор хочу бомбардировщик апнуть выбирается дебильный инженер просто здорово так у меня пять подводных лодок вообще-то space а ну да я уже и спутники почти запустил блин ваш центр и я не пою где мне учат центр города атакуют под а в паке ну в и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все что хотел Ну да Если для улета То мне только ядерные синтезы И нанотехнологии Которые 1 и 2 хода написано Еще деньги Контролируем с Инвиктусом Все деньги кроме Так а почему ты даешь Инвиктусу побеждать Я не очень понимаю Объяви тогда ему тоже войну Почему Инвиктус получает от ГГшек А я не получаю При том что у него больше очков чем у меня Я не могу пока войну ему объявлять Ты считаешь заключи со мной мир Почему он получает больше чем я В данной ситуации Я заключу с тобой мир И не смогу с тобой воевать Если ты нападешь на Инвиктуса Это не выгодно для меня С ним я пока не могу воевать А на следующий ход У Инвиктуса 6 ядерных ракет У меня 2 Ты хороший тактик Понятно Зачем тебе со мной мир Что он тебе даст Почему 9 лет так важно Ну чтобы я был уверен Что у меня только один Со мной воюет А не жадить там ударов в спину Кнуть подлодка приплывет Еще куда-нибудь бросит мне ядерку По-моему это очевидно Я могу тебе сказать Что я тебе буду бросать ядерки Только если ты на этого нападаешь На Инвиктуса Что мне не нападать на него То есть он на меня нападает А я на него нет Так что ли Не ну в плане Я буду бросать ядерки На его города Скажем так Если ты их захватываешь На твою территорию я не долетаю Если что То есть у меня нет возможности Бросать на твою территорию ядерки В принципе Только на один город На Патну Но я просто обстреливаю Артиллерии Кстати можно наверное уже Варсазоу ее апнуть Варсазоусь 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...